Здоровенькие были люди добрые. Вы на канале Ирина Бауна, не бой со мной. Мы с вами разгрузили три трактора. Еще один остался. 30 минут нам ехать. Здесь, конечно, улицы не для траков и компашки не для траков. Вообще никак. Но моя работа доставлять вне зависимости от того, хорошо или плохо. Ладно, одно сделали. Одно сделали дело. Можем ехать за другим. Меня босс уже нашел груз. Забирать будем пиво. И ехать. Ну, короче, недалеко. 196 миль. Это где-то 3 часа езды. Завтра доставка. Получается, что классно. Только что одно. Мне 3 часа сегодня загрузка. Ну, пока мне себя этот трактор завезу. Мне еще полчаса ехать разгрузку. А, так, короче, нормально пойдет. Вот. Пропускает движение. В Нью-Йорке снега много лежит, да? Навалило снега в прошлую неделю. Сегодня так 4 по Цельсия. Здесь вот уже тепла. И местное время 9.30. Неплохо. Сравнительно погодка, да? Весна, весна. Чувствуется в городе. Чувствуется весна в городе. Я сразу скажу, что вчера я маленький ролик выставил, а не показывал все детали. Ну, потому что компашки не любят это. Во-первых. Во-вторых, ну, когда я загрузилась уже, мне надо уезжать. И там не будет меня кто-то ждать, выжидать, пока мы себя там под видео сделаем. Я думаю, я так, друзья, для вас, для прикола просто сняла видосик. Не такой конкретный, чтобы там уже все в деталях, все прям как... Так просто сняла. А так обычно я ремнем его прижала сзади, чтобы он не качался туда-сюда, и все. А что еще там можно сделать? Это не моя работа, там, забивать колы, и все. Если компания считает нужным, она это сделает. Если не считает, не сделает. Ну, вот и все. Так что я там ничего такого особенного не делала, ремешком пристегнула, и все. Вот. Я еще хочу ответить на один вопрос. Как долго я в Америке? С 94-го года. Я живу в Америке. Ничего такое особенного меня не вынуждало с Украины выезжать. Просто моя семья эмигрировала в Америку. Мне было 20 лет, и я с ними уехала, с моими родителями. Так что, как-то так, ничего такого особенного меня не вынуждало. На тот момент, как только что, естественно, как говорится, человек ищет, где лучше. Солнечный денек, прекрасный, замечательный. Так что,это так, что, получается. Программа с Лицейс и Украины неизбелет. Программа с Лицейс. Но я вынуждена, чтобы лучше. Я не знаю, что, было тяжело. Я-проWhat? В Америке-то. В чём-то, я-про. Программа с Этиплики. Программа с Лицейс. Программа с Лицейсс. Дорожки здесь, конечно, козьи тропочки, ничего не скажешь. Ой, надо брать широко, чтобы завернуть. На следующей неделе заберу уже новый трак. Покажу, что как. Что как. Наверняка что-то поменялось. Все-таки два года разница меняет от 2020 года. С того, что-то изменилось. Надеюсь, что у вас все хорошо, друзья. Все замечательно. Все здоровы, живы. Мои подписчики, я вам только этого и желаю. Больше здоровечка. Я вчера была в Мэриленд, там вообще нет ни снега, ничего. Это всего-навсего 6 часов езды отсюда. Разница большая. В погоде. Так что, если когда-то вы по телеку видите, что там где-то метет, веет или дождем заливает, это не значит, что вся Америка. Какая-то часть где-то в каком-то штате. Американцы, они быстро реабилитируются после какой-то разруки. У нас хорошие страховки, люди не терпят убытки ужасные. Я уже когда-то это говорила. У нас крутые полицейские тоже едут навстречу. Дач, чарджер, спортивная машина. Полицейские, кстати, у нас балованы. Их крутые машины, условия неплохие для работы. Полицейские тебя никогда не остановят просто так. Если разве что ты нарушаешь, тогда останавливают. Просто так, что ему так хочется, он это не делает. Нет такой коррупции. Они имеют достойные зарплаты, им не надо терять свою работу из-за каких-то 20 долларов, что он тебя возьмет. И ты его засудишь, и он потеряет работу. Друзья, я просто болтаю о жизни Америки, потому что я здесь живу. Я вам показываю реальную жизнь, как есть. Ну и немножко что-то рассказываю об этом, да? Так что вы уж меня не осудите строго, а не думаете, что я там пропагандой занимаюсь или что? Нет, конечно. Я говорю о этой стране, потому что я здесь живу. Я не могу говорить о других странах, осуждать их, там и все остальное. Я там не живу. Я когда-то даже говорила в ролике, я даже не могу сейчас осуждать сильно Украину, потому что я там не живу. Ну а что делать, да? Где живешь, там уже и знаешь все. А где не живешь, кто его знает как, да? Рут 5, дорога 5. Дорога 5. Меня сейчас надо аккуратненько заворачивать, потому что у меня один трактор остался. Осторожненько надо ехать. Так что, друзья, я вас не буду долго томить. Благодарствую вам за то, что вы со мной проехались. Я к вам вернусь. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok